Урсула Екатерина фон Альтенбокум, официальная фаворитка Августа Сильного в течение пяти лет, родилась 4 мая 1680 года в Варшаве и была дочерью Иоганна Генриха, выходца из среды Висфальского дворянства, и его польской жены Констанции Броницкой. В 15 лет покорила сердце магната Любомирского и стала его женой. Жила в центре Варшавы, в пышной резиденции Любомирских, прозванной Дворцом под Бляхой. Польско-Литовский монарх, заинствуя приемы и институции Вирсальского двора Людовика XIV, среди прочего, позаинствовал и институт официальной фаворитки. Его избранница должна была открыто блистать на виду всего двора, принимать участие в официальных церемониях, вплоть до приема послов и заседания Королевского совета. Это было нечто неслыханное в католической Польше. В глазах шляхтичей монарха оправдывало то, что он фактически расстался с женой, отказавшейся принять вместе с ним католичество и уединившейся в замке Пречной Эльбе. В 1700 году княгиня Любомирская, к тому времени разошедшаяся с мужем, сменила подле короля другую красавицу, графиню Эстерли. Чтобы придать блескую положению, император Священной Римской империи наделил ее громким титулом княгине Тешинской, хотя реального владения у Русулии Екатерине был предоставлен не Тешин, а город Хойерсверд. Ее брату Яну Куземиру была предложена епископская кафедра. В 1605 году началось постепенное сближение короля с новой фавориткой, графиня фон Козель. Княгиня Тешинская получила щедрепорщальные дары и удалилась в почетную отставку Бреслау. Когда Август охладил графиня, ее предшественнице было дозволено вернуться ко двору. Благодаря своему богатству она вновь заняла видное место среди саксонских придворных и оказалась вовлечена в некоторые политические интриги, хотя о возобновлении отношений с королем речи уже не шло. В 1722 году 42-летняя Урсула Катарина тайно обвенчалась 32-летним полководцем Фредрихом Людвигом Вюртенберг-Бенентальским, представителем Вюртенбергского владетельного дома. По мнению придворных, жениха привлекали в Урсуле не столько следы ее былой красоты, сколько солидный размер ее состояния. После смерти Августа II его сын и приемник отобрал у Урсула Екатерины права на Хойерсверт, согласившись взамен выплачивать ежегодно 18 тысяч тайлеров. Под предлогом слабого здоровья она перестала появляться при дворе и затворилась в своем Дрязанском дворце, построенном Науманом. Скончалась 25 ноября 1743 года в возрасте 63 лет, похоронена в Литомержице. Субтитры создавал DimaTorzok